В Челябинске прошел 22-й славянский научный сбор «Урал. Православие. Культура». Ведущие ученые России обсудили вопросы развития и сохранения русской духовной культуры. В новом Христорождественском кафедральном соборе прошла одна из секций форума. Здесь говорили о проблемах высшего образования. В музее кафедрального собора Рождества Христова расположилась выставка фоторабот Сергея Коляскина «Сила в вере». Автор поделился кадрами, которые снял в зоне специально военной операции. Здесь и воины, и священники, разрушенные и восстановленные храмы. Сергей показывает фото Челябинского собора и подчеркивает – 25 командировок на Донбасс стартовали именно от него. Мы в Мариуполь, Донецк, Луганск. Здесь очень много населенных пунктов. И там, где, да, и, конечно, вот такой, наверное, самый последний штрих – это многострадальная Авдеевка. В стенах нижней части собора, где расположен храм в честь равноапостольного князя Владимира, и выставочное пространство с экспозицией из Музея искусств прошла секция Славянского собора. Ее главной темой стало высшее образование и то, как оно формирует духовно-нравственные ценности гражданина России. В период специальной военной операции мы понимаем, что специальную военную операцию нужно проводить не только на линии фронта, но и в образовании. Потому что Украина началась не просто так. Она началась в том числе и с переписывания учебников, с переписывания истории. Мы должны начинать воспитывать эти такие, знаете, скрепы, наверное, правильно их назвать, с раннего детства. И если, например, высшее образование будет встроено в эту систему, конечно, будет проще, поскольку вначале мы заложили в школе, укрепили, дальше еще большее укрепление уже в момент получения профессионального образования. Ну и на выходе получаем сформированного человека с высоким уровнем морали и вот с теми самыми духовными традиционными нашими ценностями. Встречу организовало Челябинское отделение Всемирного Русского Народного Собора. Митрополит Алексей в приветственном слове отметил, что задача высшего образования – дать молодому человеку не просто сумму знаний, но сформировать его как личность, показать ему необходимые нравственные ориентиры. Участники обсуждения искали пути, как этого добиться и как сделать так, чтобы молодые люди четко осознавали себя патриотами своей страны и не искали кумиров на стороне.